Добрый день! В этом номере ГУДКа на первой странице читайте о том, как будет наверстанное отставание в ремонтных путевых работах. На днях прошло оперативное совещание под председательством вице-президента ОРЖД по инфраструктуре Александра Целько. Здесь начальникам центральных дирекций по ремонту пути и по инфраструктуре была поставлена задача несколько скорректировать план путевых работ. Дело в том, что было некоторое отставание в путевых работах, они уже развернуты. Отставание довольно заметно на довольно значительном количестве участков. Первая причина тому – это непогода. Всем известно, в европейской части России зима приходила очень долго. И выпадал уже и в марте, и в апреле снег часто. И, соответственно, многие места были заболочены или замерзшие, что, конечно же, повлияло на темпы работ в отрицательном смысле. Есть причины и не связанные с непогодой. Например, это недопоставка рельсов для сварки плетей. Евросхолдинг недопоставил примерно почти половину от обещанного. И сейчас эту недостачу будут возмещать импортными рельсами. Но в перспективе, конечно, с запуском новых линий на Евразии отставание будет ликвидировано. Как подчеркнул вице-президент Александр Целько, да, конечно, можно ссылаться на непогоду, но на ней спекулировать нельзя. И поэтому сейчас нужно как можно больше сконцентрировать усилия и выйти в план путевых работ. Выйти в план планируется уже к 1 июля 2013 года. Агентство маркетинговых исследований Discovery Research Group подготовило исследование российского рынка морских и речных судов гражданского назначения. Результаты этого исследования показали, что если в мире последние два года в объемах заказов на строительство судов наблюдается спад, то в России, напротив, наблюдается положительная динамика. В качестве основных причин этого подъема исследователи выделяют появление новых проектов, которые в первую очередь связаны с освоением арктического шельфа, а также развитием северного морского пути. В то же время авторы исследования указывают на недостаток производственных мощностей на российских судостроительных предприятиях. Однако сами игроки этого рынка с этим тезисом не соглашаются. Почему? Читайте в свежем номере Гудка. Прошло уже 4 года с момента принятия закона о передаче вопросов оздоровления детей в летний период с федерального на региональный уровень. Однако ситуация продолжает ухудшаться. Дело в том, что в этом году откроется меньшее количество лагерей, чем в прошлом году. И около 78% их имеет большую степень износа. В прошлом году, по данным Минтруда, из 14 миллионов детей отдохнуло в лагерях только 8. И проблема состоит также в финансировании. В совокупности федеральный с региональным бюджетом составляют сумму, при расчете которой на количество детей, на одного ребенка приходится около 3000 рублей на весь оздоровительный период. Однако, по статистике, один день пребывания ребенка в лагере обходится в 1000 рублей. И, соответственно, этой суммы, естественно, не хватает. Кроме того, существует еще несколько проблем. Одна из них — это отсутствие ведомства, которое бы полностью отвечало за детский оздоровительный сезон. И вторая — это падение доверия родителей к нынешним лагерям. В связи с такой ситуацией общественная палата предлагает внедрить сертификаты на детский отдых как на федеральном, так и на региональном уровне. Планируется, что они должны покрывать 50% от стоимости путевки. Причем распространяться они будут как на бюджетные лагеря, так и на ведомственные. К слову, система ведомственных лагерей была раньше развита намного лучше. Каждое уважающее себя предприятие имело свои детские учреждения. И большую долю расходов несло само за них. А сейчас получается наоборот, что родители оплачивают львиную долю суммы за детский отдых. ОРЖД, в отличие от ряда предприятий, сохраняет традиции и имеет свою базу детских лагерей. В прошлом году было открыто 65, и на этот год запланировано примерно столько же. В них хорошо сочетаются программы как отдыха, так и образования, которые не имеют аналогов в стране. Подробнее о детском отдыхе в нашей стране вы можете прочитать в свежем номере ГУДКРА.